приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня завершающее видео на тему приготовления домашних конфет сырный трюфель и как мы и обещали сегодня мы приготовим эти конфеты с голубым сыром будем использовать rock for можно использовать в принципе любой голубой голубой сыр горгонзолу можно использовать стил там ну в общем тот который вам попадется в магазине ну конечно же самым лучшим вариантом будет собственно ручно приготовленный голубой сыр у нас на канале есть десяток видео о приготовлении голубого сыра в том числе и этот rock for мы готовили самостоятельно домашний сыр получается значительно вкуснее чем магазинный попробуйте посмотрите видео и приготовьте сыр с голубой плесенью у себя дома друзья также по поводу конфет сырный трюфель мы уже готовили два вида этих конфет первые с сывороточным сыром рикотта и вторые с твердым сыром ссылочки на видео по приготовлению найдете в описании этого ролика все конфеты получаются очень вкусные и совершенно необычное поверьте таких конфет в продаже вы не найдете их делают только крафтовым способом то есть очень много сейчас вот делают людей делают на продажу конфеты сырный трюфель и продают их через интернет или в каких-то крафтовых магазинчиках мы же вам приготовил предлагаем приготовить эти конфеты на своей кухне ничего сложного нету правда нам понадобятся некоторые специальные ингредиенты помимо голубого сыра ну собственно говоря вот такой вот кондитерский шоколад продается он в гранулах конфеты сырный трюфель можно готовить в двух форм факторах первое это мягкие конфеты непосредственно сам сырный трюфель я вам расскажу в процессе в чем отличие и второе конфеты в корпусе в шоколадном корпусе так вот если вы хотите готовить мягкие конфеты достаточно будет готовить обыч достаточно будет приобрести обычные шоколадные плитки черным или белым шоколадом если же вы хотите делать корпусные конфеты то тогда необходимо именно вот такой кондитерский шоколад мы его будем темперировать и делать из этого шоколада корпуса для конфет. Для того, чтобы его приобрести в своем регионе, просто в поисковике набираете «Купить кондитерский шоколад». Вот обычно, как я говорю, он в таких вот гранулках продается. И смотрите, у нас в видео сегодня будет участвовать вот такая вот шоколадная штука. Не пугайтесь, это тот же кондитерский шоколад, но он у нас остался от приготовления прошлой партии конфет, от прошлых корпусов. В частности, если у вас остается шоколад, вот вы темперировали шоколад, приготовили корпуса. Вы же обычно для того, чтобы окунать конфетку, готовите шоколада больше. У вас остается шоколад, разливаете его просто по какому-нибудь коврику, допустим, либо по пергаменту, либо по тефлоновому коврику, ждете, пока он застынет, потом его можно поломать, сложить в пакет и хранить в холодильнике до следующего приготовления конфет. Итак, в первую очередь, давайте пройдемся по ингредиентам. Как это всегда бывает в наших видео, ссылочку на текстовый блог, в котором размещен пошаговый рецепт приготовления, а также количество всех ингредиентов для приготовления конфет, вы найдете в описании этого ролика. То есть, вы можете перейти по ссылке на блог, скачать это все, скопировать к себе на компьютер и использовать потом как подсказку. Я же сейчас вкратце расскажу. Сегодня мы будем готовить два вида сырного трюфеля. И смотрите, сама основа конфет, сама конфета, то есть вот для основы мы используем ганаш. Это смесь из определенных ингредиентов. Мы сегодня будем готовить два ганаша и будем использовать для одного белый кондитерский шоколад, для второго черный кондитерский шоколад. Также при приготовлении ганаша можно использовать всякие орешки тертые, то есть туда можно, допустим, нарезать изюм. Ну, в общем, в принципе, домашние конфеты это огромное поле для фантазии. И вы можете совершенствовать их, но, как говорится, совершенству нет предела. Итак, друзья, голубой сыр для белого ганаша, для белой самой конфеты. Мы будем использовать голубой сыр, белый кондитерский шоколад, сливки и лимонный сок. Для вторых конфет, для второго вида конфет мы также будем использовать голубой сыр, сливки, мед, немножко коньяка и черный кондитерский шоколад. Для корпуса, как я уже сказал, мы будем использовать кондитерский шоколад, который мы уже один раз использовали. Не подумайте превратно, просто он был расплавлен, то есть это были точно такие же бубочки. Они были расплавлены, темперированы, из них были приготовлены корпуса и остаток у нас остался. Итак, приступим. И еще один момент о приготовлении конфет с твердым сыром. В первую очередь, твердый сыр надо немножко размять. Сейчас я его перемещу сюда в емкость, в которой буду нагревать. И прям в емкости разомну. Смотрите, есть два варианта. Мы можем твердый сыр, вот мы сейчас сделаем первый вариант, который конфеты для длительного хранения. Мы будем пастеризовать сыр вместе со сливками. Так конфеты получаются менее ароматные, менее пикантные, но зато с большим сроком хранения. Итак, я размял голубой сыр, отправляю сюда сливки. Мы готовим сейчас из черного шоколада ганаш. Отправляю сюда мед. Хорошенько все это перемешиваем до получения однородной массы. И на очень медленном огне доводим до температуры 80 градусов. Именно до 80 градусов. Ни в коем случае не кипятите сливки, иначе есть риск того, что они свернутся. Вот таким вот образом я буду использовать кулинарный термометр. Смотрите, по поводу методов приготовления. Во втором варианте конфет я сыр буду вмешивать в уже готовый ганаш, то есть не буду его пастеризовать. Таким образом я сокращу срок хранения конфет где-то до недели, но при этом получу более яркий вкус. Если вы делаете на продажу, если вы делаете каким-то друзьям, куда-то будете пересылать, лучше вот сделать так. Лучше пастеризовать, нагреть сыр вместе со сливками до 80 градусов. Если вы делаете небольшими партиями и для себя, лучше сделать по второму методу, так как мы будем делать белый ганаш. Посмотрите. Но в общем и целом решать вам. В любом случае, вот при этой процедуре часть вкуса мы потеряем. Температура достигла 80 градусов. Выключаем нагрев. Отправляем наши горячие сливки в шоколад вместе с сыром. И начинаем перемешивать до полного растворения шоколада и получения однородной массы. После того, как получили совершенно однородную массу, вводим сюда коньяк. Коньяк опционально. Как бы, друзья, еще раз повторяю, домашние конфеты, но это совершенно полный полет фантазии. И вообще ингредиенты могут быть самые-самые разные. Первый ганаш готов. Отставляем его в сторону и займемся вторым. Этот пусть пока охладится. Кстати, есть еще один нюанс. Смотрите. Я не измельчал сыр, а именно умышленно его вот так вот раздробил. Часть сыра растворилась, но в ганаше у нас остались комочки сыра. Так мы будем чувствовать. Чувствовать вот эти вот комочки, кусочки, какие-то твердые, твердые остаточные элементы сыра, скажем так. Если вы не хотите, если хотите, чтобы был абсолютно однородный, просто ручным блендером можно пройтись в течение полуминуты и все. Но мне так больше нравится. Для белого ганаша я размял сыр. Опять же таки, друзья, если хотите, чтобы он чувствовался кусочками, то разминаем. Если хотите, чтобы он был совершенно однородный, то есть конфета была совершенно однородная, тогда потом проходим процедуру блендером. Буквально там минутку уже готовый ганаш перед охлаждением, блендером измельчили и все. Сливки опять доводим до температуры 80 градусов, не кипятим. Нужная температура достигнута. Отправляю сливки в белый шоколад. И вот обратите внимание, это будет отражено в рецепте. К белому шоколаду мы добавляем в два раза меньше сливок. По той причине, что если добавить такое же количество, как черному, сам белый шоколад, он уже содержит некоторую часть сухого молока и ганаш получится очень жидким. На всякий случай, я не знал, достаточно ли мне будет этих сливок для того, чтобы растопить шоколад. Поэтому я сразу же приготовил водяную баню. Тепленькую водичку. Сейчас буду смотреть. Если не растопится, то еще буквально на минутку на водяную баню. Таким вот образом. До полного растворения. После того, как бубочки кондитерского шоколада полностью растворились, получили вот такую однородную массу. И можно сюда вводить голубой сыр. Друзья, еще раз повторю, если вдруг не совсем поняли. Первый вариант. Там, где мы сыр нагревали вместе со сливками. Мы прошли процедуру пастеризации. Тем самым значительно увеличили срок хранения. Второй вариант. Мы получаем более яркий вкус, но срок хранения не больше недели, максимум 10 дней. И опять же таки, смотрите, по поводу... Я сейчас все это разотру вилкой. Мне нравится, чтобы были небольшие кусочки сыра. Если хотите совершенно однородную массу, сюда блендер и все взбивайте до однородной массы. Также оставляем охладиться при комнатной температуре или можно в холодильник, там, минут на 10 его поставить. Будет нормально. И будем готовить непосредственно сами конфеты. И, конечно же, я забыл вмешать сюда лимонный сок. Кстати, без него получилось очень вкусно. Друзья, лучше не пробуйте эту штуку, потому что до конфет дело может не дойти. Может закончиться просто ганашем. Далее можно приступить к формированию конфет. Этот процесс называется обсадка. Нам понадобится кондитерский мешок. Помещаем его в стакан. Заполняем ганашом. Такая вкусная штука, друзья. Я вам передать не могу. Если бы не надо было готовить конфеты и показывать вам видео, я бы их не приготовил бы, наверное. И с помощью пакета формируем вот такие вот конфетки. Не надо стремиться, чтобы они были идеально одинаковые. Весь кайф домашних конфет в том, что они не такие, как заводские. Они не совершенно одинаковые. Сформированные конфеты отправляем в холодильник на 3-4 часа. А еще лучше на ночь, для того, чтобы вкус полностью раскрылся и сформировался. Ну вот мы, в частности, их, наверное, на ночь отправим. Сочетание белого шоколада и голубого сыра – это просто нечто. Ну, вы попробуете. Раз вы смотрите это видео, значит, вы попробуете 100%. И, конечно же, точно такую же процедуру перед помещением в холодильник проводим со вторым ганашем, который у нас на основе черного шоколада. Ну, после этого его на ночь в холодильник, а завтра продолжим. После того, как конфетки охладились и набрались вкуса, можем сформировать трюфелечки. То есть, делаем это вот такими простыми движениями. И смотрите, друзья, если вы сделали ганаш правильно, то он у вас не будет текучий, и работать с ним можно уже через 2-3 часа. Но все-таки за ночь он лучше набирается вкуса. Вкус конфет раскрывается. Опять же таки, не стараемся сделать какие-то идеальные. Давайте я сразу коричневенькие сделаю, покажу, чтобы сильно не затягивать видео. Не стараемся сделать какие-то идеальные формы. То есть, домашняя конфета не должна быть идеальная. Она должна быть вкусная. И, поверьте, она такой будет. Точно так же готовлю все заготовочки под конфеты. И приступим к темперированию шоколада. Приступаем к процедуре темперирования шоколада. Эта процедура нужна для того, и очень важно соблюдать нетемпературные режимы, чтобы корпус наших конфет был хрустящий и твердый. И не оставлял шоколад, чтобы не оставлял следы на руках. Это своего рода закалка. Смотрите, как я уже говорил, я делаю из остатков шоколада, который у меня остался от прошлых конфет. Если вы используете сразу вот эти вот бубочки, которые мы купили, кондитерского шоколада, процедура точно такая же. В первую очередь нагреваем шоколад на водяной бане. То есть вот таким вот образом он должен полностью расплавиться. И мы должны достичь температуры 55 градусов. 50-55, ну где-то на 52 останавливаем нагрев. Также для охлаждения приготовил емкость с холодной водой. После того, как температура поднялась до нужного уровня, ну вот у меня сейчас где-то 53 градуса, охлаждаем шоколад до 27. Тоже постоянно его помешиваем, чтобы он равномерно охлаждался. И вновь нагреваем до температуры 31-32 градуса. После этого можем формировать корпуса конфеток. Опускаем наши трюфели в шоколадку. Хорошенько обмакиваем со всех сторон. Далее вооружаемся вилкой и ножиком. И перемещаем трюфелечки на какую-нибудь поверхность. Я использую тефлоновый коврик. Можно еще очень хорошо использовать пергамент. Пергамент обычный для запекания. Таким вот образом формируем нашу вкусноту. После этого наши конфеты можно украшать, как кому больше нравится. Я вот таким вот образом, растопив немного белого шоколада, украшу трюфели, которые с белым ганашом, чтобы они у нас отличались. Так же можно делать в обсыпке. В предыдущих видео мы показывали, как делать обсыпку из вафельной крошки, как делать обсыпку из орешков, из натурального какао. Ну, в общем, опять же таки, друзья, вариантов здесь великое множество. Ну, согласитесь, так тоже симпатично получается. Точно такую же процедуру провожу и с темными конфетами. То есть сам процесс никак, ну, вообще ничем не отличается совершенно. Счистили лишний шоколад и конфетку аккуратненько сдвигаем на коврик. Смотрите, друзья, после этого я помещу наши трюфели в холодильник примерно минут на 15-20, для того, чтобы шоколад как следует застыл. И будем уже сразу же дегустировать. То есть их уже не надо никак выдерживать, ничего с ними, ну, никак охлаждать. Буквально 15 минут в холодильнике он застывает, и все, конфеты готовы к употреблению. Смотрите, еще такой момент. Если шоколад, вот этот вот, из которого мы формируем корпус, у вас начал застывать, то его, пока он не застыл полностью, его темперировать второй раз не надо. Его можно подогреть, опять же таки, до температуры 31-32 градуса, и продолжать создавать наши шедевры. Через полчаса конфетки готовы. Их можно, ну, вот мы, когда подаем на стол, когда у нас гости, мы вот такие вот пасочки используем. Когда, конечно, гостей нет, мы их так прям лопаем. Ну, вот в таких вот штучках. Смотрите, тут если есть наплывы шоколада, то его можно аккуратненько счистить. Ну, это так, если уж совсем хочется красиво. Сейчас вам покажу разрез, друзья, обоих конфеток, а после этого продегустирую и расскажу о вкусе. Конечно, мой рассказ будет не совсем актуальный, актуальный, потому что пока вы не попробуете, насколько это круто, насколько это кайфово, вы не поймете этого. Но я постараюсь передать. Вот это можно тоже слопать. Конечно же, резать шоколадную конфету не очень правильное занятие. Но мне очень хочется показать, какие они получились внутри. Я подъедаю потихонечку, вы меня простите. Сам корпус такой очень тверденький. И вот он хрупкий, он хрустящий, как положено к корпусу шоколадной конфеты. Давайте крупный план, друзья. Сырный трюфель с начинкой из белого шоколада и голубого сыра. Выглядит в нашем исполнении вот так вот. И то же самое с начинкой из черного шоколада. Ну а сама конфетка целиком выглядит вот таким вот образом. Я уже наперед знаю, и с самого начала, в принципе, знал о разнице в вкусах этих конфет. Ну, сейчас попытаюсь рассказать. Конфета с начинкой, с ганашем из черного шоколада, в которой мы пастеризовали голубой сыр, имеет не такой ярко выраженный вкус. Вот не такой пикантный, не так сильно чувствуется этот голубой сыр. Но, тем не менее, легкий аромат, легкое послевкусие и легкая пикантность от ракфора все-таки в этой конфете присутствует. Она очень крутая, и она совершенно необычная. Сочетание, вот как мы делали до этого, с твердым сыром и с каенским перцем, черный шоколад с остротой каенского перца, очень необычное сочетание. Также и черный шоколад с голубым сыром. Просто невероятно. А вот с белым ганашем конфета, там, где мы не пастеризовали сыр, мы не украли у него просто часть ароматики. И это вообще бомба. Я вам передать не могу, насколько это необычно и вкусно. Вот вы когда-нибудь пробовали голубой сыр, например, ракфор, нарезать кубиками и обмакивать в мед. Это очень вкусно. Это невероятное сочетание соленого пикантного ракфора с сладостью меда. Вот очень классно, мне очень нравится такое сочетание, особенно с красным сухим вином, хорошо охлажденным. Также и эта конфета. Сочетание вкусов просто невероятное. С удовольствием я схомяю полностью. Поэтому, на мой взгляд, именно сырный трюфель с голубым сыром является вершиной сырных конфет. Апогеем апофеоза, как сказал кто-то из комиков. Действительно, сочетание очень крутое. Друзья, вы узнаете это совершенно в скором времени, когда на своей кухне приготовите конфеты по нашему рецепту. Во-первых, у вас все получится, я вам гарантирую. А во-вторых, вам очень понравится, потому что это невероятно вкусно. В заключении видео хочу пригласить вас в нашу группу в Фейсбуке, которая называется «О приготовлении домашних сыров, колбас и вкусного домашнего алкоголя». Ссылочку на группу найдете в описании видео. Группа закрытая. Для того, чтобы стать участником группы, надо подать заявку. Я эту заявку одобрю, и вы станете участником нашего сообщества, в котором уже больше 2500 увлеченных людей, которые увлекаются приготовлением сыров, колбас, алкоголя, иногда конфет вкусных. В чем класс? Я всегда говорю в своих видео, что, друзья, если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментах под видео. Но на комменты мы с Ларисой отвечаем всего лишь один раз в день, обычно вечером. Представьте себе ситуацию, вы готовите что-нибудь вкусное и где-то запнулись, споткнулись. У вас возник вопрос. Вы хотите задать его нам с Ларисой, но мы вам ответим только вечером. В группе вы можете задать вопрос сию секунду и практически сразу же получите достаточно большое количество квалифицированных ответов от участников нашего сообщества. Это круто, я считаю, потому что вы можете получать и предлагать помощь своим одногруппникам, ну, практически онлайн. Такая себе касса взаимопомощи по приготовлению колбас, сыров, конфет и алкоголя. Также, если вы имеете что-нибудь продать, как говорят в Одессе, можете свои объявления также размещать в группе. Это совершенно бесплатно. То есть, если у вас есть какое-то оборудование, плоды вашего крафтового, там, сыроделия, колбасирования, приготовления конфет и так далее. Если вы проводите какие-нибудь интересные мастер-классы на нашу тематику, все подобные объявления можете размещать в нашей группе совершенно бесплатно. Я думаю, сообщество будет очень довольна и вы найдете своих клиентов, покупателей или своих, как это сказать, заклинило на украинском слове однодумцы, не мог вспомнить, как будет по-русски, единомышленников. Так вот, или своих единомышленников. Друзья, сырный трюфель обязательно приготовьте, особенно с голубым сыром. Это реально очень круто. Как всегда, если есть какие-то вопросы, в комментах мы ответим на все вопросы, но один раз в день. Становитесь участником нашей группы и будем общаться с вами не только на YouTube, но и в Facebook. Ну и, собственно говоря, желаю вам вкусных конфет. Спасибо за внимание. А мы готовим для вас вкусные сыры, колбасы и домашний алкоголь. Всего доброго. Пока. Пока.